МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая главная новость дня. Узнаете далее из подробностей. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Вооружён и суицидален. Одесский судья-взяточник чуть не перебил отряд правоохранителей и не отправил себя на тот свет. Пошли по беспределу. Янтарные браконьеры устроили бойню ривненским полицейским. Третий лишний. БПП и Народный фронт изобретают способ, как не подсесть на Батькивщину. Ау, мы ищем министра. Кого хватился глава Кабмина? Чудеса депутатской гибкости. В соцсети взорвал пример голосования со спины. Громкая история, которая чуть не закончилась, с громадной трагедией произошла в Одессе. Там на взятки в полмиллиона гривен попался один из судей. Но так просто он решил не сдаваться. Вначале чуть не убил всех правоохранителей, которые пришли его арестовывать. Затем решил покончить жизнь самоубийством. Итог этой истории весьма необычен. Этот судья сейчас на свободе. Что произошло? Как это стало возможным? Сейчас об этом готовится сюжет моими коллегами. Вернёмся к этой теме буквально через несколько минут. Дождитесь. Золотая акция Батькивщины начала покрываться ржавчиной. ВПП и Народный фронт решили не соображать на троих и развернули кампанию по организации новой коалиции своими силами. Раскрыли шире ворота и стали загонять в коалиционный двор обладателей мандатов. Кто уже откликнулся на предложение пополнить их ряды и как отреагировала фракция Тимошенко? На Димар вчерашних партнёров всё знает Екатерина Лысенко. Привычная картина, по средам полупустой парламентский зал. Нет ни спикера, ни важности в повестке дня. Настроение нардепам задают лишь в выступлении избранников. А те рассказывают, почему капуста с буряками. Это минимальный борщовый набор. Он за нынешнего уряда Яценюка стоит 250 гривен. Я спрашиваю, если мы имеем право увлекаться с принятием решения о премьере, принятием решения о новой коалиции? А войска тут же перекочевала к креслу премьера. Договоренности о коалиции опять ушли куда-то за закрытые двери. В Батькивщине, на которую надеются, прямо заседание фракции выходит со списком условий. Мол, ничего нового принять закону просят. Мы тяжело верим тем, кто не один раз не выполнил своих обязанностей, как перед страной, так и перед членами коалиции. Именно поэтому мы считаем, что сейчас должно быть проголосовано приблизительно 10 законопроектов. Эти законопроекты – пролонгация моратория на продаж сельскохозяйственной земли. Это несколько законопроектов, которые регулируют, а вернее, снимают податок на пенсии. При этом Батькивщина сетует, две фракции на уступки не идут. ВПП с Народным фронтом пошли другим путем, пытаются создать коалицию на двоих. Первый и основной вариант, что все-таки это будет сформовано на базе двух фракций, блоку Петра Порошенко и Народного фронта, который может увеличить количество своих членов. И тут же первое пополнение. В БПП вступила Ирина Суслова, которая когда-то была самопомячей. Никто никого не умоляв. Сегодня все отгречиваются в ответственность, понимая, что удобнее быть в оппозиции, чем ответить за конкретные результаты работы, а не формировать Кабинет министров, брать на себя ответственность. На бывших и самопомячи, а таких нардопов пятеро, две фракции надеются. Полиции Лисадового только разводят руками. Это не наши депутаты. Они сделали свой моральный выбор. Мы желаем им успеха. Каждому предлагают свое. Кому-то, в основном, мажоритарщики, которым предлагают решить проблемы их округов. Интересная ситуация, что если еще в БПП некоторые депутаты готовы вступать, то в Народный фронт не готов вступать практически никто. Видимо, основная причина в том, что рейтинг Народного фронта сейчас чуть ниже нуля. Две большие фракции шукают легкого шляха. А легкий шлях обычно был. Это скупка в зале. И сейчас они вернулись к позафракционным. И говорят им, давайте мы, значит, створим коалицию по старых методам. Когда мы немного скупим, затягиваем до себя и створим такую маленькую широчку. Кого чем, но две фракции намерены привлечь в свои ряды порядка десяти нардепов, пока не насчитают необходимые для жизни коалиции 226 штуков. Но тут другая незадача. Как потом законы принимать? Мы можем, знаете, 226 забрать этих подписчиков, чтобы высунуть премьер. Но дальше у нас будет проблема с голосованием. Из двух фракций. Это остальная возможность, которая сегодня остается для того, чтобы сохранить этот формат Верховной Ради и не кидать страну в півроку потрясений, выборов. Если решение не будет найдено в ближайшее время, фракция Блока Петра Порошенко приняла решение выйти из коалиции. Выборы – это крайний вариант, который не выгоден стране. Их нежелательно проводить. Однако, если не останется других вариантов решения этого кризиса, мы будем вынуждены на них пойти. Наш прогноз, он, в общем-то, подтвердился. Коалиции таковой нет. Собрать ее не могут руководители двух главных фракций. И я вижу, что ее и не будет. Поэтому считаю, что выход должен быть конституционный. Это перевыборы парламента, создание новой коалиции. И уже она будет формировать новое правительство. Причина основная в том, что нет доверия людей к коалиции, к правительству. В поисках решений, но без решений, нардепы разошлись и сегодня. Как мантру повторяя, что будут договариваться. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Индар. Появление в парламенте тушек, депутатов-перебежчиков из одной фракции в другую. Это сигнал, что надо готовиться к досрочным выборам. Так считают политологи. И вот что они думают о коалиции на двоих. Даже если вот удастся арифметически натянуть двум фракциям необходимое количество голосов, всегда эта коалиция будет на грани распада. Любое движение в ту или иную сторону, любой выход из коалиции того или иного депутата или из фракции, всегда будет ставить коалицию на грань и фактического, и юридического распада. Все-таки интерес Батьковщины в досрочно-парламентских выборах, а не простой замене Яценюкана Гройсмана. Но задача Батьковщины – уйти от создания коалиции осенью 2016 года, даже если все пройдет с формированием коалиции и обновлением правительства, нужно готовиться к досрочно-парламентским выборам. Формально ця коалиция может иснувать? Ну а пока коалиция с завидной периодичностью то сшивается, то трещит по швам, депутаты развлекают себя как могут. Сегодня скандалили и довольно громко, чуть до драки не дошло, на суде Савика Шустера. Тот подал иск против государственной фискальной службы. О сути дела и что же так раззадорило народных избранников, рассказывает Руслан Смещук. Эти народные избранники оставили поле боя за коалицию и едулись в рукопашную за свободу слова. Буквально продавили проход для журналистов и общественников. Зажали в угол ошарашенного охранника и заставили разблокировать двери. Пока нардепы сражаются в первых рядах, общественники взывают к закону. Есть порядок, есть закон, есть конституция, читай, молодой человек. Они прорываются во внутренний двор, но тут их ждет новое препятствие. Снова турникеты и люди в форме. Правда, сопротивление не столь ожесточенное. Ваши органами описали позы формы. Попав в здание фискальной службы, нардепы тут же потребовали объяснений от руководства. А куда взагал поддевались все руководство этой установки? Раптово. Оказалось, что руководство ГФС действительно в командировке на форуме в Голландии. Отдуваться пришлось главе департамента административного обжалования Дмитрию Донцу. Защита Савика Шустера настаивала на присутствии тех налоговиков, которые и назначили штраф. Кроме того, принимать окончательное решение вправе только высшее руководство ведомства, которого сегодня на месте не было. Поэтому адвокаты потребовали перенести рассмотрение. Мы подали официальное клопотание. Дмитрий Донец от комментариев отказался и покинул помещение. Вы пригодите, Руслан Смещук, телеканал Интер. Да, я в 0 зато, из Кинтера. В общем, заседание получилось шумным и недолгим. Некоторые нардепы еще успели отметиться в Раде. Но пообещали, в эту пятницу позовут в парламент руководителя фискальной службы. Руслан Смещук, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Самая сексуальная за в Верховной Раде соцсети взорвало фото необычного голосования. Этот снимок разместил на своей странице в Фейсбуке фотограф Богдан Бартаков. На нем изящный изгиб нардепа от самопомощи Ирины Сысоенко, которая не глядя нажимает кнопку для голосования, стоя в переднем ряду. Предположения о позе нардепа у пользователей были разные. Одни решили, Сысоенко следила за табло, засчитан ли ее голос. Другие бросились обвинять в кнопкодавстве. Ну вот сама Ирина Сысоенко на своей странице в Фейсбуке уже написала, что внимательно слушала выступления, стоя в другом ряду. И как только началось голосование, она жала «За». Поблагодарила журналистов за внимательность и подтвердила, голосовала она сама за себя. Ну и хотя версия с кнопкодавством не подтвердилась, шутки вокруг фото не прекратились. Мужчины просто хвалят фигуру нардепа. Некоторые для эффектности предлагают освоить и другие способы голосования. Кто-то говорит о хорошей рекламе парламента, но большинство стоит признать комментариев из Сирии, чем голосуют, такие и законы принимают. Развернуться спиной и уйти согласен премьер. Яценюк готов дать дорогу другим, в этом сегодня заверял на заседании правительства. Правда, когда уступит премьерское кресло, не уточнил. Назвал только новые условия своей отставки. Политическая стабильность и чтобы его преемнику не мешали работать. Я готов и идти на любые политические решения. Я надеюсь, что следующий правительство будет лучше иметь политические условия для реализации программ и будет иметь меньше политических оппонентов в середине собственной коалиции. А эксперты уже заговорили об успешной тактике премьера. Разъясняют, пока депутаты ломают копья в затяжной коалициаде, Яценюк уже шестую неделю все еще остается у руля. Это, безусловно, грая на руки Яценюку. Это продолжает срок его жизни на посаде премьер-міністра. Он выиграет в плане повышения ваги Народного фронта в этих победах, потому что, понятно, сегодня, чтобы с Народного фронта сформировать будущую коалицию будет крайне сложно. Но это первая победа. Эффективность работы министерств и Кабмина в целом характеризует сегодняшний курьез на заседании правительства. Арсений Яценюк потерял одного из своих министров. Премьер заявил, что не знает, где глава Минэкономразвития Айварас Абрамавичус. Тот, напомню, еще в начале февраля заявил о своем уходе. И вот сегодня премьер задался вопросом, а кто же подписывает бумаги в Минэкономразвитие. Срочно потребовал найти пропавшего подчиненного и доставить к Абмин. Так где же министр? Мы позвонили в пресс-службу Абрамавичуса. Вот послушайте, что нам ответили. Я не хотел бы говорить за премьер-министра, и я не смогу это прокомментировать. Наразі министр пребывает на работе, потому что очікує затвердження своей відставки Верховной Рады. Наразі министр завершує справи, наприклад, справи по реформі державних компаній. Він пребуває цей час на роботі. Кадровую задачку Кабмину подкинул и Киевский апелляционний суд. Он обязал восстановити в должности Николая Гордиенко. Напомню, його почти год назад уволили с поста главы госфининспекции. После того, как Гордиенко потребовал от Генпрокуратуры расследование коррупционных схем в правительстве Цунюка на сумму более чем 7 млрд гривен. В результате проведения служебного расследования уволили самого Гордиенко. И вот сегодня суд признал увольнение незаконным. Кабмин уже готовит касационную жалобу на это решение. Львовський судья Калядник больше не самый одиозный. Его затмил он здаимец в Мантии из Одессы. Если Зварич отшучивался от своих миллионов, то его южный коллега отстреливался. А сообразив, что стреляет он хуже, чем взятки гребет, решил покончить с собой. Самое невероятное в этой истории то, что судье в итоге удалось уйти от преследования. Как, выясняли наши корреспонденты. Операцию проводили сотрудники Национального антикоррупционного бюро. По их данным, Алексей Буран, судья Малиновского райсуда Одессы, требовал и получил полмиллиона гривен взятки за правильное решение в деле о взыскании долга. И вот вчера вечером детективы приехали с обыском домой к Бурану. Тот их встретил с оружием в руках. Положите оружие в банку! В случае невыполнения! Аккуратно! Пролунало два пострела в бюро. После чего пресс-секретарь президента Святослав Цеголко поспешил сообщить на своей странице. В фейсбуке, что директор НАБУ доложил об операции президенту. Петр Порошенко поручил СБУ принять меры, чтобы Буран оказался под стражей. Где судья, детективы знали. Ночью выяснилось, что он в одной из городских больниц. Но дальше следы Бурана, по крайней мере для журналистов, теряются. Его перевели в другое лечебное учреждение, а без согласия пациента мы не имеем права давать о нем информацию. Уже сегодня в нацбюро рассказали, Буран в частной клинике. Какой тайна следствия? Чем же так неожиданно заболел Алексей Буран? В НАБУ объяснили, у него незначительные травмы рук. Ближе к обеду председатель Совета Судей Украины поведала, судья хотел покончить жизнь самоубийством. Наведались сотрудники НАБУ в Малиновский райсуд, где работает Алексей Буран. Пришли с обыском и домой к заместителю председателя этого суда, Виталию Гранину. Сам он открещивается от взяточнического скандала. Предполагает, его проверяли, поскольку по долгу службы он должен контролировать судей. Я вчера был дома, я пустил, добросовестно, законопослушный гражданин выдал то, что они хотели. Телефон, компьютер, блок, деньги, которые были. Всякий случай претензий у них ко мне не нет. 500 тысяч взятки детективы нашли у Алексея Бурана дома. Ему уже объявили о подозрении в вымогательстве денег. Теперь же, чтобы задержать судью, нужно снять с него неприкосновенность. С такой просьбой НАБУ уже обратилось в Верховную Раду и ждет ответа. В общем, скандал только набирает обороты и может стать своеобразным прецедентом. Андрей Анастасов, Егор Логинов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. На этом история не закончилась. Пока детективы регистрировали в радиоходатайство о снятии неприкосновенности с Бурана, сам он снова сбежал, в этот раз из больницы. В клинике утверждают, до утра его охраняли, а потом судья покинул медучреждение. Америка нам поможет? Президент Порошенко отправился в США с официальным визитом. От поездки ждут немало. Если говорить только о деньгах, несколько миллиардов долларов от МВФ, например. Порошенко приземлится в Вашингтоне через пару часов. Опередил его мой коллега Дмитрий Анопченко. Он и расскажет нам о визите подробнее. Дмитрий, приветствую тебя. Скажи, пожалуйста, с кем запланированы встречи у главы государства? И насколько переговоры эти в Вашингтоне зависят от происходящего в Киеве? Леша, ну очень правильный, очень точный вопрос. Зависят, да еще и как. Я вот прямо сегодня буду, прямо сейчас буду об этом говорить. Но все-таки все по порядку. В начале программы. Действительно, самолет президента ожидают на военной базе Эндрюс, около Вашингтона. Вот мы сейчас, как видите, в Конгрессе. В Конгрессе уже тоже все готово к прибытию президента. Здесь сегодня вечером состоится его выступление. Полчаса для того, чтобы произнести речь. Полчаса, чтобы ответить на вопросы. Но уже сейчас понятно, что не в запланированную тему, а это борьба Украины за свободу сейчас. Не в запланированный хронометраж, конечно же, никто не уложится. Потому что будут спрашивать не только о борьбе за свободу, не только о происходящем на Донбассе, но и о политике. О премьер-ряде, о том, что происходит в Верховной Раде, о том, почему нет коалиции. Эти же вопросы президенту явно зададут и его собеседники в других высоких кабинетах. И, знаешь, я скажу откровенно, я вот часто освещаю визиты президента в последнее время, но это первый визит, когда результаты работы украинской делегации, результаты переговоров, даже финансовые вопросы вот настолько сильно зависят от того, что происходит в Верховной Раде, от киевской политики. Ну, я приведу примеры. Вот, к примеру, завтра у президента две встречи с министром финансов Соединенных Штатов, Джейкобом Лью, с министром торговли Соединенных Штатов. Речь идет о кредитных гарантиях американского правительства ни много ни мало, на миллиард долларов. Ну, действительно, в Украине идут навстречу, действительно, с президентом эти вопросы будут обсуждаться, но американских чиновников волнует. Ну, а как перечислять деньги? Когда Рада тянет, когда правительство не сформировано, когда непонятно, какую программу выберет это правительство, кто в нем будет. Еще один пример. Завтра президент будет встречаться с первыми лицами американских оружейных компаний, с крупнейшими производителями. Дело в том, что Конгресс предусмотрел в американском бюджете военную помощь Украине, и вот президент будет говорить с теми, кто занимается производством оружия, а что может быть поставлено для фронта. Ну, для того, чтобы это был наш выбор, для того, чтобы ребята на Востоке получили и вооружение, и технику. И опять же, первые лица оружейных компаний готовы сотрудничать с Украиной, но их волнует стабильность. А стабильность, это как обычно, вот сейчас ты об этом весь эфир говорил, отсутствие сформированного правительства, премьер в отставку не ушел, и непонятно, что будет дальше. Именно поэтому, вот подводя итог этой части визита, у президента действительно очень насыщенная программа, это участие в ядерном саммите, это сегодняшнее выступление в Конгрессе, это встречи с первыми лицами Америки. Однако, впервые, вот сейчас ему придется, ну, использовать свой авторитет. Ему придется убеждать, уговаривать только на своем авторитете. И, возможно, даже оправдываться за наших политиков, которые в Раде явно заигрались в дележ портфелей. Леша. Дима, хотел бы все-таки уточнить, ты говоришь о насыщенной программе президента, а будет ли она насыщена встречами с высшим руководством США? Ну, действительно, просто завтра состоится встреча с Джо Байденом, американским вице-президентом. И, знаешь, я часто об этом говорю на включениях, но тут стоит обратить внимание, как эта встреча произойдет. Американцы мастера давать знаки, давать сигналы, ну, и вот эта встреча с Байденом, она будет не на полях ядерного саммита, там где-то ни на ходу, ни в кулуарах. Это будет рабочий ланч, который продлится больше часа. И вот этим шагом, этим знаком, что это ланч, что это рабочий, такой рабочий, неформальный, дружеский разговор даже. Американцы хотят подчеркнуть, что они по-прежнему поддерживают Украину. Хотя, конечно, и ждут от нее перемен, и ждут, когда этот, простите на слове, бардак Верховной Раде все-таки закончится. В любом случае, сегодня первый день визита президента. Мы часто говорим о том, что американские политики наблюдаются, внимательно присматриваются к тому, что происходит в Киеве, происходит в Верховной Раде. На фоне этого визита к происходящему, к спикеряде, к премьеряде американские политики и чиновники присматриваются особенно тщательно. Алексей. Ну, а ты тщательно присматривайся к ходу визита. Спасибо, Дима, за работу. Это был Дмитрий Анопченко на прямой связи с подробностями из Вашингтона. США перебрасывают бронетехнику и солдат в Восточную Европу. Пентагон усиливает свою военную группировку в Прибалтике, Польше, Болгарии и Румынии. Отправляет более 4 тысяч военнослужащих и 2 тысячи машин. В том числе танки, БМП, самоходные, артиллерийские установки, а также легкие бронированные машины. Объясняют это так, дополнительные силы пригодятся на всякий случай. Таким образом, США демонстрируют свою поддержку союзникам по НАТО. 18 вербовщиков ИГИЛ задержали сегодня российские спецслужбы в Москве. Подробности операции не разглашают. Известно лишь, что все эти люди искали потенциальных кандидатов для переправки на войну в Сирию. При обиске было обнаружено большое количество принтеров, поддельных документов и даже сканеров. На карте АТО за последние сутки жарко было не только на позициях наших бойцов в районе Авдеевской промзоны. От обстрелов боевиков там страдают и местные жители, чьи дома расположены неподалеку. Как выживают под шквальным огнем и военные, и гражданские, все видела наш военкор. Ирина Баглай. Ночные обстрелы сменили дневные. Российские наемники продолжают обстреливать позиции военных в Авдеевской промзоне. В основном огонь ведут днем. Мы сегодня из-за интенсивности его не смогли попасть туда. А вот ночью противник старается отвести свои силы. Ситуация остается неизменной. По интенсивности обстрела не меняет противник и вооружение. Это минометы «Васильки» и 120-го калибра. Прошедшей ночью стреляли также из танка. Даже вчера было три прихода. А куда целятся? В направлении промзоны идет. Старая Авдеевка страдает. Обстрелы, которые идут противника по нам, они приходятся изредка по частному сектору. В целом противник так же, как старается по позициям наших бойцов вложить. Это, в общем-то, и спасает население, мирное население города. Но все-таки одного жителя Авдеевки настигла шальная пуля. Ранили его дома ночью. На данный момент, по нашей информации, жизни этого человека ничего не угрожает. Он госпитализирован. На позиции армейцев возле промзоны пытаются пробраться целый разведгруппы наемников. В это же время, по данным Главного управления разведки Украины, на оккупированной территории воюют подразделения российской армии. Есть информация, что у них снова убиты и ранены. О многочисленных потерях противника заявляют и главари бандитских группировок. Так, Гиркин, более известный как Стрелков, в сводках пишет, что счет идет на роты. В то же время, на передовой мобилизованные четвертые волны, собирают вещи и собираются домой. Однако, есть проблема с их заменой. Но ребята готовы отложить отъезд, чтобы подготовить новичков прямо на передовой. Заменка в том, что есть люди, я их присылаю сюда, а они не обстреляны. Поставить сюда не обстрелянных, и они же тут прорвут оборону. А если тут прорвут оборону, то они зайдут в Авдеевку. Нема людей, потому что ждем же, от министра обороны, что он все-таки пришел сюда, людей обстрелянных. Те же самых он набирал контрактников. Десять вмещается, но на данный момент так, так как идет демобилизация, люди потихоньку уезжают. Кому скажут, тот собирает. А кому еще служить, служим, не расслабляемся. А как быстро вещи готовят собрать? Ну, минут десять. Уже будет погружено в машине. В это же время в Луганской области, где достаточно тихо, на оккупированной территории боевики оказывают на местных жителей психологическое давление. По словам самих жителей, их пугают обострением ситуации и предлагают вывозить детей. Ирина Баглая, Александр Данилов, Николай Терещенко. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Вы смотрите подробности. Впереди у нас не менее интересная вторая часть, но после короткой паузы. Кому суп без круп, а кому жемчуг мелок. Сколько наварила николаевская чиновница на детских желудках. Про орехи в люстрационном сите. Как беркутовцу, врагу Майдана, удалось остаться во львовской полиции. Очередной янтарный конфликт между правоохранителями и старателями. В этот раз на месторождении с романтическим названием Персидская гора. Два автобуса с бойцами спецподразделения приехали, чтобы приостановить незаконную добычу янтаря. А вот чем все закончилось, расскажут наши корреспонденты. Месторождение Персидская гора близ Клесова. Несколько минут назад закончилась потасовка между спецназначенцами и старателями. От кулаков перешли к словам. Полицейские заблокированы поваленными деревьями. С большим трудом удалось уговорить одного из участников конфликта рассказать, что произошло. Они сгрупировались, вышли, вышукывались в бойовый порядок с дубинками, гвинтівками. Так я понимаю, какие были заражены гумовыми кулями. Были не только выстрелы, были и шумовые гранаты. Працювали, не платят им деньги. И они решили их, как то говорят, поставить на колено. Но не так то оно вышло. Люди побрали камень. В результате потасовки пострадали несколько копателей из семеро полицейских. Все обратились за медицинской помощью. Все подлагали первинной обработке, первинной хирургической обработке, соответственно, ран. Так, как они поступили за бои, сад на ран. На момент обслеживания, загальный стан пациентов расценивался ближе до задовольного. В полиции произошедшее описывают по-своему. Мол, выехали на отработку со спецротой. Но старателей не застали. И уже, когда возвращались, люди перекрыли им дорогу. Люди высказывали свою родную недоверку и образы в сторону работников полиции. Там, заклики, бейминтов. Что, якобы, мы змушуем их покинуть их земли, або выполняем чьи-то замовлення. То есть, мы, как бы, выполняем чьи-то замовлення. И мы должны взять под контроль их выработок, борщину, которым они и безусловно занимаются. Старатели не отрицают. Именно так и заявляли. Ведь полицейские приехали к ним, а не на другое месторождение, которое крышуют правоохранители. Напомним, что еще в июле президент дал поручение в кратчайшие сроки прекратить янтарный беспредел. Но ВОЗ и ныне там. С тех пор сначала милиция, а потом полиция, прокуратура и СБУ постоянно заявляли об успехах в борьбе с незаконной добычей янтаря. Солнечный камень изымали тоннами. В крышевании уличали полицейских, сотрудников службы безопасности и пограничников. Но никто всерьез не занимался черным рынком янтаря. А пока будет спрос, будет и предложение. Татьяна Авинникова, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Небоскребы посреди частного сектора. Жители столичных Нивок выступают против застройки многоэтажками своего района. Что не устраивает киевлян и как жители обычного закарпатского села смогли абсолютно бесплатно получить земельные участки в Киеве. Расскажет Ярослав Кречко. С мегафоном и плакатами они уже не впервые у здания прокуратуры Шевченковского района. Это жители частного сектора недалеко от столичного метро Нивки. Речь идет об участке в 26 сотых на пересечении улиц Баумана и Толбухина. Посреди частного сектора пытаются построить две 14-этажки. Ну вот у меня дома реально от забора моего до строительства будет метров 15. 15 метров. Ну как бы. А куда кран будет поворачивать? Значит кран стрелой будет поворачивать на международную британскую школу и на 163-ю школу. По словам местных активистов, в 2010-м землю абсолютно бесплатно получили некие Галина Симкович и Ольга Дуран, жители села Порошково на Закарпатье. Позже они передали свои участки односельчанину Василию Темьянинцу. Теперь он собственник фирмы-заказчика строительства. Но самое интересное из того самого Порошкова родом мать депутата Киевсовета Сергея Крымчака. А Темьянинец приходится ему двоюродным братом. После протестов строительство прекратили. В Киевсовете создали даже рабочую группу. Но в эффективности ее работы жители Нивок сомневаются. В группу ходят много депутатов от партии Единск, в которую входит Крымчак. Кроме того, это решение, которое, дай Бог, группа напрацует, оно должно пройти еще в земельную комиссию. А в земельную комиссию тоже входит Крымчак. Телефон Сергея Крымчака сегодня вне зоны доступа. Местные жители рассказывают, осенью прошлого года он лично приходил к ним на встречу. Он предложил какие-то компромиссы с строительством, давайте на 14, давайте на 9. Ну, какая-то непродуктивная разговора, в результате которой он лишь наголошил, что он не имеет никакого отношения к строительству, к этих людей, и выступает лише посередником. Почему он выступает посередником, он нам также рассказал. Полиция Шевченковского района по статье «Самовольное занятие земельного участка» еще летом прошлого года открыла уголовное производство. На жаль, досудовое расследование в этом проведении проводится неэффективно. На данный час инициировано питание про ответственность следственного и повторно надано вказки следственному. В прокуратуре надеются на подвижки в расследовании, а местные жители обещают блокировать любые строительные работы. Ярослав Кречко, Олег Дневедомский, подробности, телеканал Интер. Кому люстрация по боку? Во Львове журналисты раскопали, что бывший боец спецподразделения, задержанный с арсеналом оружия во время событий на Майдане, теперь работает в полиции. Как так получилось, узнавала Галина Якушко. Этим кадрам ровно два года. В тот вечер во Львове подорвали базу «Беркута». А спустя пару часов, недалеко от села Тростенец, активисты самообороны Майдана остановили автомобиль с шестью бойцами спецподразделения. В машине нашли арсенал оружия. Две гранаты, два пистолета и девять магазинов к ним. Впрочем, пятеро беркутовцев сбежали. Задержать удалось только одного – Валерия Кулинича. Он был за рулем и представился водителем. По факту незаконного хранения и ношения оружия, прокуратура тогда начала уголовное производство. Дело расследовали целых девять месяцев и закрыли из-за отсутствия состава преступления. Валерия Кулинича от работы в органах не отстранили даже на время следствия. Сразу после распуска Беркута он устроился старшим инспектором патрульной службы во Львовской области. Потом перевелся в патрульную службу охраны гражданского порядка в Перемешлянском районе. А с недавних пор он инспектор уже во Львове. Начальник областной нацполиции ничего удивительного в этом не видит. Проводил службовое расследование. Представил для его изменения не нашли. Простой инспектор, ради Бога. Такие люди, как Кулинич, не должны быть в новой полиции, настаивает активист наблюдательного совета при нацполиции. Все одиозные люди, которые, ну, хотя бы публично засветились в каких-то плохих вещах, все эти моменты должны быть рассмотрены и вырахованы при их перетестации. Предварительно перетестация милиции в полицию в области запланирована на июнь. Готовится ли к ней Валерий Кулинич, неизвестно. Общаться с журналистами он отказался. Глина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. В Киеве из дробовика обстреляли автомобиль адвоката бриллиантового прокурора Владимира Шапакина. Павел Насачук утверждает, оставил авто на стоянке. Когда вернулся, увидел машину из решетиле. Следователи устанавливают, из какого именно оружия стреляли. В киевской полиции уже открыли уголовное производство. Сам Насачук уверен, что это связано с его профессиональной деятельностью. Напомню, в июне прошлого года подобный инцидент произошел с другим адвокатом прокурора Шапакина Сергеем Казаченко. Тогда неизвестные бросили две гранаты во двор его дома. За словами заявника, иномарку на несколько дней он оставил на стоянке. А когда вернулся, с отряджения выявил на кузове отверстие от пострелов. Следующим отделом Дарницкого управления полиции в городе Киеве начало криминальное проведение. Супчик жидкий, да навар жирный. В Николаеве журналисты разоблачили чиновницу, которая годами кормила школьников гнилыми продуктами. Ее семья тем временем не успевала строить шикарные особняки и обзаводиться дорогими иномарками. Все подробности знает Кирилл Ющишин. Вокруг коммунального предприятия по обеспечению питанием николаевских школ уже несколько лет не утихают скандалы. Вот, например, два года назад родительский комитет обнаружил в пищеблоке заплесневелые макароны и гнилые овощи. Вот это гнилье дают деньги. Посмотрите, в какой нос тряпки лежит. Директора предприятия Надежду Жуличенко даже увольняли. Но она через суд восстановилась в должности. И вот на днях новый скандал. Местные журналисты разведали, что за 9 лет работы на госслужбе директор КП скопила немалый капитал. Дома и автомобили оформлены на родных. Они владеют, если в общем, тремя особняками, большими домами жилыми. Все находятся в одном микрорайоне ракетная роща. И каждый круче другого, скажем так. У самой Надежды Жуличенко самый большой дом. 197 квадратных метров только жилой площади с бассейном. Откуда такая роскошь? Ведь все члены семьи госслужащие в мэрии уверяют. Давно знали, что Жуличенко нечиста на руку. И за годы работы построила десятки коррупционных схем. Но доказательств не было. Допустим, закупает она сыру у какого-то предпринимателя. По факту, этот предприниматель данного сыра на заводе не приобретал. То есть, какого качества этот сыр, откуда вообще он появился? Этот сыр идет в детские сады и школы. Их кормят этим продуктом, кормят детей. Только в прошлом году коммунальное предприятие получило из горбюджета 50 миллионов гривен. И успешно их освоило. Впрочем, после очередной шумихи в СМИ, Шуличенко все же написала заявление об увольнении по собственному желанию. Но теперь поздно прятаться, говорят в прокуратуре. Взяв за основу расследование журналистов, возбудили уголовное производство. В рамках этой криминальной проведения будут проверены все факты, которые имеют место в публикации, что-то поставки товаров, а также выкористание коммунального майна, якости, харчевания и тому подобное. Сама Шуличенко как в воду канула. На телефонные звонки не отвечает, ни дома, ни на работе ее нет. Хотя по закону должна была отработать до 4 апреля. А тем временем, исполком заказал независимый аудит предприятия. Рассчитывают раскопать новые факты злоупотреблений чиновницы. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности телеканал Интер. Николаев. Усилить драматический эффект. В сети появилась объяснительная записка депутата Одесского горсовета Дмитрия Палпатина. Напомню, он 16 марта выносил Сашу Боровика из мэрии. Вот эти кадры, вспомните. Стиль этого документа достаточно вольный. Палпатин утверждает, что просто подыграл Боровику, якобы тот просил его о помощи. Далее процитирую для точности. Сказал, возьми ромашки, после выступления вручи и подними меня как триумфатора. Это усилит эффект и добавит политического авторитета и драматизма. Дальше пишет, политик сделал, как договорились. При этом Саша, по его утверждениям, сидел на руках спокойно и не отступал от плана. В конце объяснительной Палпатин удивляется тому, что Боровик написал на него заявление в полицию. Тут снова процитирую. Я понял, что пал жертвой вероломного политического тандема Саакашвили-Боровик. И, клянется, больше Сашу слушать не будет. Откорректировать договор о зоне свободной торговли с Евросоюзом. А именно, увеличить квоты на украинскую продукцию, которая идет на продажу в ЕС, и снизить таможенные пошлины. Отечественные экспортеры готовят обращение к правительству. Чем недовольны в нашем следующем сюжете. На этом отечественном предприятии из импортных запчастей собирают автомобили. Продают их пока только в Украине. Когда готовилось соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, автомобилисты попросили правительство учесть их пожелание – выйти на европейский рынок. Нам клятвенно обещали, что рынок для автомобилей, произведенных в Украине для поставки в Европу, будет открыт. И ставки пошлин будет ноль. По результатам переговоров пошлина стала не ноль, а 10%. С такими ставками Европа нашему автопрому пока не светит. А вот аграриям, казалось бы, грех жаловаться. В соглашении их интересы учли, и теперь украинские сельхозпредприятия могут продавать в Европу без пошлин мясо, мед, сахар, яйца. Всего 36 видов продукции. Правда, по квотам. То есть в ограниченных объемах. А вот за все, что сверх лимита, пошлину придется платить. Что касается тарифов, мит, по-за межам квоты, то эти квоты настолько большие, что наша продукция действительно неконкурентостатная на этом рынке. Потому что на филе мит восстанавливает 1000 евро за одну тонну. Из-за высоких пошлин невыгодно сотрудничать с Европой. В прошлом году экспорт из Украины в ЕС и так сократился на 25%, а в начале нынешнего еще на 6%. Куда же девать свой товар, если российский рынок практически закрыт, а отечественный все не осилит? Многие компании вынуждены сокращать производство и сотрудников, рассказывают участники круглого стола, организованного Федерацией работодателей. Если мы не запускаем свое производство, если оно не работает, и мы не создаем рабочие места, то тогда мы не можем обеспечить ничего, ни бюджет, ни работы. Украина должна стать индустриальным майданчиком Европы. Почему? Потому что сегодня там в основном находится Китай. Понятно, что мы не можем там сказать, что мы должны заместить Китай, но подвинуть и найти свое место мы обязаны. Как это сделать? Ответ у экспортеров есть. Нужно пересмотреть соглашение с ЕС о зоне свободной торговли, снизить экспортные пошлины для украинского бизнеса и увеличить квоты. Мы решили сделать инициативу в отношении к уряду, начать такие переговоры. Чтобы Европейский Союз при перегляде квот в отношении к Украине сделал, скажем так, перераспредел. Например, для каких стран немного меньше, для Украины немного больше. Свои предложения участники круглого стола оформили в обращении к правительству. После того, как его подпишут отраслевые ассоциации и Федерация работодателей, письмо направят в Кабмин. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Основные положения договора об ассоциации с ЕС в его экономической части должны быть пересмотрены. На этом настаивают в оппозиционном правительстве. Там считают, квоты на экспортируемую украинскую продукцию необходимо увеличить. А если европейские партнеры на это не согласятся, Украине стоит заморозить экономическую часть ассоциации на 5-7 лет и больше сотрудничать со странами БРИКС. Если мы хотим успеха для нашей страны, мы должны стать сильными экономически. Став сильными экономически, мы станем сильными игроками политическими и сильными игроками геополитическими. Сегодня же на заседании оппозиционный Кабмин представил антикризисную программу за мир и развитие. Один из пунктов – снять экономическую блокаду с оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях и провести выборы на Донбассе. Под Мариуполем снова возобновились обстрелы из тяжелого вооружения. За прошедшие сутки боевики 9 раз наносили удары по нашим позициям. В районе Широкина и Коминтерного применяли даже минометы. Все подробности далее. В сопровождении военных мы едем на позиции вблизи оккупированного Коминтерного. Перед нашим приездом в этом секторе работал вражеский снайпер. По этому движению начинаем только после специального инструктажа. Снайпер одновременно может быть и корректировщиком огня. То есть он увидел наше передвижение, дал координаты и минометов могут накрыть именно по этому месту, где мы сейчас двигаемся. Активно минометы боевики начали применять тут чуть больше недели назад. В основном бьют по флангам. Евгений проводит по окопу к огневой. На удивление здесь безопаснее, чем у блиндажа. Если не могут подкрасить, то метров на 300-400 свободно. Мы только наблюдаем стрельбу над нашей головой и обсыпают минометными обстрелами. О том, что здесь идут интенсивные бои, свидетельствует неимоверное количество гильз в окопах. Чтобы остудить пыл противника, бойцам время от времени приходится открывать огонь. Противопоставить минометным обстрелам они могут только стрелковое оружие и гранатометы. Но командир опорного пункта уверяет, и этого бывает достаточно. Дистанция между укреплениями невелика. В штабе оперативно-тактической группировки Мариуполя отмечают. Тактика боевиков в последние недели существенно изменилась. Кроме того, на линии фронта вновь появилось много российских телеканалов. А это явный признак того, что наемники к чему-то готовятся. Огонь они открывали, пригласив группу журналистов российских каналов. Демонстрируя то, что украинские военнослужащие нарушают минские договоренности, ведут огонь. Это был явно такой пропагандистский демарш. Но к сюрпризам от боевиков наши военные готовы. В случае активизации их действий у бойцов есть приказ. Останавливать противника всеми доступными методами и средствами. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Николай Контратенко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Новый поворот в хорватском коррупционном скандале с украинским шлейфом. Истребители МиГ-21, которые Киев обязался модернизировать, оказались со старыми запчастями. А другие, проданные как новые, и вовсе принадлежали Йемену. Это выявила хорватская военная полиция, пишет одно из местных изданий. Правоохранители начали свое расследование. Во взяточничестве подозревают хорватских чиновников Минобороны. Именно это ведомство и украинский концерн Укрспецэкспорт почти три года назад заключили контракт. Киев обязался отремонтировать семь самолетов и еще пять новых продал. Договором занималось дочернее предприятие Спецтехэкспорт. Одним из топ-менеджеров которого в прошлом году был назначен 24-летний Антон Пашинский. Сын нардепа Сергея Пашинского. Сам депутат, который не раз фигурировал в рейдерских скандалах, возглавляет парламентский комитет по вопросам обороны. Впрочем, украинская сторона настаивает. Работы проверяли хорватские специалисты. А все публикации в СМИ не более чем элемент информационной войны. Такой ответ мы получили на наш запрос. Брюссельские террористы готовили нападение и на премьера Бельгии. По информации местных изданий, они следили за передвижениями Шарля Мишеля. В компьютере одного из смертников нашли подробные данные об офисе премьера и его резиденции, включая файл с планами зданий и фотографиями с улицы. Ноутбук полицейские обнаружили в мусорном баке в брюссельском районе Схарбек, откуда террористы в день взрыва вызвали такси в аэропорт. Напомню, на прошлой неделе в результате терактов погибли 32 человека. Сотни получили ранения. Вопрос жизни и смерти онлайн. Как судьбу террориста ИГИЛ определили интернет-пользователи? Об этом и не только. Смотрите в нашем обзоре. Казнить или помиловать боевика ИГИЛ? Такой вопрос вынесли на голосование в Инстаграм. Аккаунт принадлежит иракским добровольцам, которые воюют с террористами. Они схватили боевика и спросили у интернет-пользователей, что с ним делать. Голосование длилось час, и в итоге люди потребовали убить террориста. Такие онлайн-дебаты проводились и ранее, но впервые фото казни выставили в Интернете. У аккаунта иракских добровольцев, сражающихся с ИГИЛ, более 80 тысяч подписчиков в Инстаграм. Бессменный президент Зимбабве Роберт Мугабве пойдет на выборы в 2018-м. Сейчас африканскому лидеру 92. Политик говорит, он бодр и готов трудиться на благо Родины. Большой друг России руководит Зимбабве фактически с 1980-го года и является старейшим президентом в мире. Правда, с каждым годом управлять страной становится все сложнее. Год назад Мугабве упал на лестнице, когда шел к трибуне, после чего уволил 30 своих телохранителей. Запад уже давно обвиняет Мугабве в узурпации власти. Громкая вечеринка в штате Висконсин. Там свой 107-й день рождения отпраздновала Филлис Биби. Виновница торжества, она родилась в корону, а в гости к ней пришли все пенсионеры городка Алтуна. Филлис Биби, говорит, живет так долго, потому что Господь позволил. Биби не самая старая жительница США. Сюзанне Мушат Джонс из Алабамы аж 116. Ее считают самой пожилой женщиной Америки. Лучший футболист планеты Лионель Месси стал героем громкого скандала в Египте. В прямом телеэфире аргентинец снял свои бутсы и отдал их на благотворительный аукцион. В стране фараонов это расценили как страшнейшее оскорбление. Один из членов правительства пригрозил ударить Месси своим ботинком. В федерации футбола Египта заявили, мол, в подачках не нуждаются и посоветовали Месси одеть бутсу себе на голову. Защитили Лионеля только египетские коллеги-футболисты. Говорят, Месси отдал самое ценное в профессии и никого обидеть не хотел. Лев напал на человека в окрестностях столицы Кении Найроби. Повезло, что рядом были еще люди, они отвлекли хищника и вызвали рейнджеров. Поймать льва не получилось, пришлось открыть огонь. Животное убили, люди не пострадали. Это уже третий случай нападения львов в Кении за последние несколько недель. Сатирический культ-просвет на тему украинско-российско-французских отношений. В Париже открылась необычная выставка. С помощью рисунков объясняют французам все тонкости современной геополитики. Автор украинка Юлия Нассар, а курирует вернисаж культурной аташе Киева во Франции Ирена Карпа. Все ли гости разгадывают политико-сатирические коды, проверяла София Гордиенко. В этой стране карикатура больше, чем просто зарисовки на злобу дня. Здесь веками насмехались над всем и вся, но поскольку за излишнюю остроту художники могли попасть за решетку, они стали брать псевдонимы. Традиция сохранилась и по сей день, как, впрочем, и опасность. Это переговоры нормандской четверки, которая в целом образует ноль. Хрупкая киевлянка Юлия Нассар по образованию скульптор-монументалист. Уже 10 лет живет во Франции, в последнее время иллюстрирует книги. Да, этот проект был просто моей реакцией на события в Украине. Когда началась война, это сразу много эмоций. Сначала шок, потом какое-то разочарование, что ли. Ну, и все это надо было какое-то девать эмоционально. Это невозможно держать в себе. Здесь и российский груз-200, и Крым-наш, и даже знаменитая энциклопедия Лерусса, напечатавшая в этом году карту, где аннексированный остров принадлежит России. Естественно, все возмутились. Вот, я нарисовала сразу вот эту вещь. Посольство написало кучу писем, и они, по-моему, они его сразу изъяли из продажи. Когда рисунком насобиралось на выставку, посольство Украины помогло с помещением и помощниками. Пресс-секретарь ретуширует неприличные жесты политиков. Вы сейчас занимаетесь цензурой? Нет, я занимаюсь сбережением нервов принцесских. Первый секретарь по вопросам культуры на Лабутанах оформляет каждый рисунок газетными вырезками. Ну, тут много, на самом деле, мне кажется, будет таких неофитов, которые абсолютно могут быть даже поза контекстом, поза всеми какими-то нашими сюжетами. Но тут величезный плюс вытяжки как раз из местной прессы. Льому, фигао, то есть все те ресурсы, которые французы и так считают, но это вкотре просто обратит внимание на эту проблематику. Объяснять посетителям галереи приходится многое, но хотя бы элементарную единицу гардероба соседей – знаменитый ватник. Да, мы, в общем, все поняли, но что это за одежда из матрацов? Культ просвет на тему украинско-французско-российских отношений удался, но чтобы таких выставок было больше, дипломаты просят помочь. Можно советом, но желательно деньгами. Нужно начинать переступать через гордость и делать прямые фандрайзеры. Нам очень нужна будет максимальная спонсорская помощь, а не нам, а украинским, кому-то тому, кто может делать величину разницу. Юлия Насар, чтобы превратить хобби в профессию, осталось только выбрать себе псевдоним. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности телеканал Интер. Париж, Франция. Все на сегодня. Спасибо, что смотрели. Увидимся в подробностях уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова